Ребята, всем привет! Меня зовут Никита. Я преподаватель профильной математики в онлайн школе Умскол. И многие из моих учеников вот по прошествии экзамена начинают задаваться вопросом, а зачем вообще им нужна была профильная математика? Не в том практическом смысле, которым они придерживались все это время, а-ля сдать экзамен, поступить в университет и так далее. Вот я сдал экзамен, но вообще зачем это все? Вот я изучал, потратил кучу времени. Будем честны, это не самый легкий экзамен. Многие задачи, вообще говоря, решают только 2% учеников и больше 50% в целом даже не притрагиваются к ним во время экзамена. Вот какой смысл во всем этом был? Ребят, давайте я отвечу очень кратко. И вообще это будет очень полезно даже для тех, кто только сдает экзамен, только вот будет сдавать его. Это будущие одиннадцатиклассники, там будущие вот нынешний десятый, нынешний девятый класс и так далее. То есть это для всех будет очень полезно понимать. Смотрите, я уже своим ребятам на этот вопрос ответил так. Во-первых, нужно себе понимать, что вот та профильная математика, которую вы сдаете, она вообще говоря не представляет собой даже и вершины того айсберга, про который там вам будут все говорить во время университета. О чем я говорю? Вот та школьная математика, которую вы сдаете, она не покрывает даже вот там типа 5% того, что вы будете изучать на первом курсе в университете, если вы будете учиться на какой-то около инженерной, если с научной специальности, на которой вы будете изучать математику в более-менее серьезном вузе. Потому что, опять же, для вас школьная математика это вот не более чем тренажер для мозга на самом деле. То есть это такая вот базовая штука, которую вы осваиваете для того, чтобы в последующем более серьезные темы вы могли изучать. Там какую-нибудь линейную алгебру базовую вообще, которая нужна везде, начиная от экономики, заканчивая программированием и физикой. Там тоже самая аналитическая геометрия там и так далее. То есть если кто-то будет заниматься более серьезно, там будет какая-нибудь теория групп, еще что-нибудь такое вот очень абстрактное. И поверьте мне, когда будете это изучать, вам в школе математика покажется вообще говоря вот цветочками, потому что там уровень абстракции вообще говоря даже не сопоставимый с тем, что вы делаете. Поэтому для вас сейчас профильная математика это скорее тренажер. Это реально тренажер. То есть вы учитесь решать задачи, вы учитесь рассуждать математически корректно, логично. Вы учитесь использовать тот набор теорем, формул и законов, которые есть в математике для того, чтобы доказать что-то или что-то решить. То есть вы учитесь решать задачи, используя какой-то определенный арсенал, определенный инструментарий. Когда вы будете изучать другие разделы математики, коих огромное множество, да, все по-своему прекрасные и так далее, вы удивитесь, насколько много разных штук есть и какие вообще задачи решаются и каким способами они решаются и так далее. Где-то они пересекаются, эти способы со школьными. Условно, когда вы решаете какие-нибудь интегралы, условно, вы будете использовать ту же замену, да, но какая-то будет замена и так далее. Поэтому если вы уже сейчас понимаете, как это делать, вам будет впоследствии намного проще. Ну и плюс вообще можешь сказать, Никита, ну ты опять же говоришь о том, что там будут какие-то другие задачи, мы что-то будем решать, да, там как-то пересекаются, но не сильно много. Это все так и зачем тогда мне нужно вообще изучать профильную математику в рамках ЕГЭ, безусловно. Да, ребят, ну банально, сами себе подумайте, сейчас такое время, когда многие задумываются о спорте, да, и самый доступный спорт, на мой взгляд, сейчас это вот там тренажерный зал. И вообще говорят, там все понимают какие-то есть упражнения, там всякие тяги, жимы там и так далее, но будем честны, многие из этих упражнений ничего общего с жизнью не имеют, ну вообще ничего. Вы где-то в жизни, я не думаю, что вы что-то тянете, там подтягиваетесь, вам нужно там что-то через забор прыгать или так далее. Это вот все вам не нужно явно делать в обыденной жизни, но тем не менее вы делаете. Для чего? Потому что данные упражнения, конкретные, специфичные в своем, в практическом смысле, они помогают вам развить мускулатуру, которая будет вам нужна, когда вы будете делать какие-то, типа, более жизненные, там, движения, условно, там, я не знаю, типа, шкаф перетаскивать или там поднимать что-то и так далее. Будут включаться те мышцы, которые вы тренировали другими движениями. Вот, и здесь то же самое. Вы тренируете свой мозг на конкретных задачах, которые вам в последующем не нужно будет решать по сути своей, в большинстве своем. Ну и плюс ко всему прочему, вы тренируете свой мозг, опять же, для того, чтобы потом решать другие, более сложные задачи. То есть вы не можете перейти от более сложного к более сложному. Нет, работает так, легкое, среднее, сложное. Вот именно в такой последовательности. Благодаря этому вы реально сможете решать другие, более противные, мерзкие задачи, которые в последующем для вас будут казаться уже тоже более легкими. Потом будете брать другие сложные задачи и прочее. То есть, может быть, вообще вы скажете, блин, а если я не буду, там, вот я зампрофиль математики, вообще идут на экономиста, вот там вообще мне зачем нужна математика. Ребят, давайте будем честны. Большинство, вот просто называйте вещи своими именами. Вот сейчас то время, когда вот чистые гуманитарии, прям чистейшие, это очень уникальные специалисты, которые ценятся за свои конкретные какие-то навыки, очень сильно гуманитарные. То есть, условно, если раньше был очень популярно вот направление, там, юриспруденс и прочее, сейчас оно, кажется, сходит на нет, потому что не нужно такое огромное количество людей, банально из-за того, что есть автоматизация документа оборота и так далее. То есть, вот куча технологий, которые помогают юристам в их работе, поэтому, ну, типа, они уже не сильно много их нужно, по факту. Ну и вообще говоря, другие специальности используют кучу диджитализированных инструментов, которые помогают их в их работе и тем самым уменьшают количество специалистов, которые необходимы. Ну и вообще говоря, в тех же самых гуманитарных науках появляется куча направлений, которые требуют понимания математики. Условно, если раньше переводчик, он сидел там, что-то переводил, сейчас, ну, переводчики и вообще те люди, которые занимаются анализом, ну, там, древних текстов и вообще другого языка, это всё сплошная математика, она требует таких очень глубоких знаний и азов и, вообще говоря, таких инструментов математики, которые помогут в их работе. То есть, там тоже очень много математики на самом деле. То есть, не нужно питать иллюзии, что, типа, если вы там пошли на какое-то гуманитарное направление, там математики никакой не будет. Нет, ребят, это неправда, у вас, скорее всего, обманут, если говорят так, то там в какой-то смысле математика будет базовая, может, не такая глублённая, как на других, более специфичных факультетах, там, в какой-нибудь физфаке и так далее, но, тем не менее, она будет, потому что это классные инструменты, которые помогают в вашей работе. Типа, если вы их не знаете, вы будете сидеть там в древнем веке какого-нибудь, который затянет вас туда, и вы не будете спокойно работать, это будет очень тяжело. Вот, поэтому кратко резюмирую, что мы имеем. Профиль математики – это классный тренажёр для мозга, да, то есть, как любая другая наука, но математика, как бы, как латинский язык, очень помогают реально вот развить мозг и в последующем осваивать любые другие навыки намного быстрее. Это было раз. Во-вторых, очень крутая тема состоит в том, что это такая первая ступенька к тому, что вы будете заниматься более серьёзно. То есть, вы будете планировать заниматься какой-то более серьёзной математикой, то для вас, наверное, меньше вопроса это стоит, но вы переходите от более лёгкого к более сложному. То есть, это логичный переход, и здесь всё окей. И третье, третье, вам необходимы эти знания ровно для того, чтобы в дальнейшем нормально работать. То есть, если вы не понимаете, как работает математика, то в последующем те инструменты, которые она вам предлагает, вы использовать не сможете. Вы становитесь менее эффективными, ну и, как следствие, бесполезными. Вот, поэтому здесь математика очень практически классный предмет, который помогает вам вот вообще по большим аспектам. Всего лишь три, но это огромные, очень важные пласты, которые в последующем, ну, могут вам даже очень сильно улучшить жизнь. Вот, ребят, по большей части эти все вопросы мне задают мои же ученики в Телеграм-канале, ссылочка, кстати, на которой есть в описании к этому ролику. Вот, поэтому я всегда рад буду ответить на ваши вопросы, записать какие-то дополнительные видео, которые так или иначе развернуто смогут ответить на ваши же запросы. Поэтому подписывайтесь, переходите и задавайте свои вопросы, всегда рад с вами пообщаться. А на этом всё. Всем большое спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok